Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на Виала и Тане и видим статую Рамона Перенглева, Римскую стену. В общем, исторические места Барселоны, которые сейчас прямо перед вами осматривают туристы, гуляют здесь и ведут себя, как обычно ведут себя туристы и жители того или иного города. У меня все время палец попадает в экран. Пока что, пока мы движемся с вами по Виала и Тане, ничто не напоминает о том, что в Барселоне что-то происходит, какие-то политические события, какие-то эксцессы. Я специально иду по направлению к главному полицейскому участку Барселоны, то есть полицейское управление. Оно находится на Виала и Тане. И мы сейчас с вами видим, что здесь все спокойно. Полиция стоит рядом со своим главным учреждением. Видите, они без защитных средств, просто в форме. Да, приготовили заграждение на всякий случай, стоят автомобили специальные. Но все-таки кругом все спокойно. Ну, сейчас мы продвинемся дальше, посмотрим, как же тут поживают магазины, рестораны. И что мы увидим из того, что может нас озадачить, удивить, напугать или еще что-то. На другой стороне люди, как видите, фотографируют, снимают на видео улицу. Да, эти магазины весьма страдали от того, что здесь были эти движения. Ну, сами понимаете, почему улица закрыта, перекрыта, из дома толком не выйдешь. В газете «Лавангардия» даже напечатали, ну, как бы, так сказать, мнение местных жителей. Они говорили, вот я там вышел поужинать, как обычно. Такой оперный театр проглядывай. Вышел я поужинать, и вдруг вижу, что домой не могу вернуться. Другие там вышли на свой ежевечерний вермут в соседнее кафе, но, опять же, не смогли вернуться. Я прошу прощения за мой голос. Сами понимаете, осень. Старательно лечусь, поэтому видео озвучиваю не на улице, а дома. Ну, как видите, «Инглот», бедный магазин пострадавший, заменил все свои витрины на этой улице в этот вечер. На улице Фонтанелло хорошо пахло, каким-то таким средством все почистили. Как видите, магазины все работают, открыты рестораны, кафе, и люди гуляют, машины двигаются по улице беспрепятственно. Ну, мы с вами сейчас направляемся к площади Каталуния. Как раз по улице Фонтанелло, которая сейчас уже украшена к новогодним праздникам. Вот. И остатки каких-то вот этих всех явлений в виде там разрисованных стен. Ну, и все-таки более или менее жизнь идет, как говорится. Иногда кажется, что в глазах людей такой вопрос, как тут сегодня, все нормально. Ну, может быть, мне так кажется. А если кто не в курсе о барселонских событиях, может быть, ничего и не заметит. Ведь предусмотрительно вывесили именно барселонский флаг в магазине «Медиамаркет». Магазин еще не заменил витрины. Здесь, видите, закрытое счетами. И, если вы хотите узнать, работает магазин или нет, да, он работает. И даже можно зайти внутрь, совершить, как говорится, покупку. Вот Кортен Глейс с закрытой витриной, которая была попорчена. Он тоже работает. И покупателей в достаточном количестве. Вот я внутри «Медиамаркета». Видите, окна с внутренней стороны. Дальше идем по улице. И сейчас мы уже приближаемся к площади Каталуния. Здесь вы можете увидеть некий павильон с испанскими флагами. Сейчас подойдем поближе, узнаем, что там происходит. Клумбы с декоративными деревьями разрисованы всякими письменами, как говорится. Выберем вместе. Напоминаю, выборы в Испании 10 ноября. «Барселона» выбирает, написано. Судя по атрибутике, выбирает за союз с Испанией. Из-за того, чтобы Барселона и Каталония оставались в составе Испании. Ну и здесь мы видим ярмарку. «Порталь де Ангел», градусник. Температура воздуха в тот момент была выше 20, но когда солнце всадится, температура опускается. Все-таки сейчас осень. Сейчас немного потеплело, до этого было холоднее. Видите, люди одеты, как говорится, кто во что угораст. Самое разнообразие, кто в куртке, кто в майке. Вот немножко вам рынка. Точнее, не рынка, а ярмарки. Со всякими народными творчествами. Украшены уже балконы местных жителей. Они очень рано наряжают. Я неоднократно упоминала. Отмечают они в основном Рождество. Новый год у них на втором месте. Но еще раз повторюсь, у нас Новый год веселее празднуется. Если хотите конкретики, у меня соответствующее видео есть на данную тему. Я имею в виду не количество выпитого спиртного, потребляемого, а вообще. Так что, если вы едете на зимние каникулы, отметьте Новый год, а потом приезжайте. Будете смотреть достопримечательности. Ну вот, я уже на Триумфальной арке. Я сюда пришла за тем, что здесь находится здание, главное здание юстиции, то есть главный суд Парселоны, куда вчера и позавчера, насколько мне известно, приходили сторонники осужденных сепаратистов и говорили, что я вот, мол, тоже пришел с повинной, я с ними заодно. И желаю я вкус повинной оформить. Как видите, здесь небольшой дождь. Не только здесь, он еще до прихода на Триумфальную арку, я его, этот самый дождь ощутила. Потом он уже и закончился. А здесь проходит выставка электромобилей. И я покажу, какие там автомобили. Вы посмотрите сами, то, что вам интересно. Я неподробно снимала эту выставку. Вы можете иметь представление, что здесь за экспозиция. Вы тоже видите, просто люди прогуливаются. Те, кому интересные машины, они смотрят, наверное, подходят, задают вопросы. Может, кто-то что-то тут задумал приобрести. Видите, электрозаправка здесь показана. И даже мотоциклы имеют соответствующие. Видите, я вамょто чувствую. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Спасибо. Спасибо. Ну а здесь буквально рядом на соседних улицах тишина, здесь у меня еще светло выглядело, там все было довольно темно. А это здание главного суда Барселоны, дворец юстиции. Он выглядит как некий такой средневековый дворец или мрачный такой замок. На самом деле это новодел. Просто стилистика этого здания, такая под старинку, если так можно выразиться. А на самом деле ему не больше ста лет этому зданию. И недавно он претерпел, относительно недавно, реставрацию фасада. Ну, конечно, здание само по себе такое внушительное. Оно занимает, можно сказать, целый квартал. И центральный вход его со стороны триумфальной арки. А есть еще другие входы. Возле главного входа дежурила полицейская машина. Ну, вероятно, еще со вчерашнего дня, может, с позавчерашнего, остатки ограждений на всякий случай. Если вдруг эти ограждения еще пригодятся, их оставили здесь рядом. Ну, тут я решила поехать на автобусе, но передумала. Потому что смотрю на остановки, время приближения автобуса моего маршрута увеличилось. Вот анархистский знак. Те самые люди с черными флагами рисуют такие знаки. И говорят, нет других флагов, кроме черного. Ну, и безобразие. Ну, так вот. Нельзя было поехать на автобусе. Никакого не приходила. Написано из-за манифестации на площадь университат. Там автобусы идут как ходят. Я схожу-ка я посмотрю. Всего полтора километра от триумфальной арки. И я направляюсь вот как раз сейчас по ронде университат по этой улице. И хочу посмотреть, что за акция протеста на площади университат, университетской площади. Там расположились студенты. И создали палаточный городок. Ну, мы сейчас подойдем поближе и посмотрим, что же там происходит. Магазины, как видите, работают здесь. Кафе все функционирует в прежнем режиме. Люди перемещаются по улице вполне свободно. Метро тоже работает без всяких проблем. На площади Каталунии все работает. И вот заведнелись палатки. И мы сейчас подойдем поближе и посмотрим. Это молодые люди в основном. Там будет вещать девушка-оратор. Она, судя по ее словам, из Аквадора. Там плакат гласит о том, что бразильцы тоже за движение свободы Каталунии выступают. И посмотрите быт этих людей протестующих. Как они на площади обустроились. Если не трогать. Если не трогать. обустроились обзору. Вот это немного. Как они сомняты. И они встывают. И они встывают. И они встают все себе встают. И она пустила. И они встают над公众. здесь пункт отдыха там есть пункт питания у них и как говорится ораторская площадь если так можно сказать отдыхают здесь принимают пищу корона перечеркнута и значит и на плод против испании их лозунги пытаюсь его снять целиком этот лозунг свободу политзаключенном там тоже перечислено количество лет кому сколько дали из участников главных этого движения ну и люди выступают здесь за то что чтобы это все было отменено напоминаю участники движения каталонии за независимость были арестованы получили реальные сроки заключения как раз это спровоцировало это решение суда вот эти все выступления многочисленные лозунги требуют правосудия я ищу оратора и и и и В этом случае, в момент, в котором мы видим, что эти мероприятия в Эквадоре aún не были сниманы, потому что эти мероприятия passan по Ассамблею Национальной. Но они были аккумулядными парализаций в стране, которые significали начать, начать, что эквадориано было речевать на улице, и, конечно, как и все, нашу право легитиму, а резистенция пацифика на улице, но, что для прессы национальности, написано «Бразильцы против фашизма». «Бразильцы против фашизма» «Бразильцы против фашизма» «Бразильцы против фашизма, У них пункт питания, такой хозблок. Собакам, конечно, не нравится быть в толпе, это местные жители решили тут прогуляться. Помощь в мытье посуды им местные жители, соседи, то есть оказывают. По-видимому снабжают их посуды. Разумный способ переноски собаки в толпе, как у той девушки на рюкзаке верхом. Я захожу в метро, заходящие в метро тоже лицезреют плакаты. И на этом у нас все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.